привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит и сегодня я объясняю криптографию продолжаем погружаться в разные постановочные шифры то есть шифры в которых различные символы заменяются на другие символы и тем самым обеспечивается секретность и сегодня наша тема номенклаторы собственно сегодня номенклатор практически никто не использует но для того чтобы сделать у вас в голове такое системное понимание того как устроены подстановочные шифры я должен эту тему рассмотреть допустим такая проблема у нас есть текст которым собственно который надо зашифровать да вот этот текст я уже написал яростная корова сильно легнула козла и брухтает козленка кто не знает что такое слово брухтает это значит наш тамбовский деле диалектизм это значит она рогами его значит так вот бьет и на как это по-русски говорится но у нас тамбове говорится брухтает да напишите в комментариях как это по-русски по-тамбовски значит это когда как корова именно корова или бык рогами вот так вот вот так рогами значит она поднимает человека или другое животное на воздущие воздущие кстати тоже тамбовское слово и подкидывает там его продолжает там мять как то вот так вот короче бык ториадора брухтает вот как это по-русски я не знаю я сам стамбовый поэтому там на стамбовский вы соответственно ладно как этот зашифровать при помощи номенклатор номенклатор это некий словарь словарь ключевых слов которым мы шифруем конкретные слова например в средние века очень часто были используемые эти самые номенклаторы там шифровали слова которые очень часто использовались в переписке например король король это было слово там 3812 какой-нибудь вот такой там например рыцарь слова рыцарь да это было какой-нибудь 45 837 какой-нибудь число например замок это было какое-нибудь слово типа 7715 вот что такое какие такие вот замены ключевых слов которые очень часто использовались в переписке на какие-нибудь той таинственные вот слова или или на какие-нибудь слова то не обязательно цифры можно было менять на слова на слова например король мог быть там словом главный да такая себе замена конечно такая рыцарь это там пень замок это там например ручей из головы сейчас придумал замены фишка в том что вот если мы использовали вот такие вот замены то они изменялись соответствии с правилами языка то есть сим тактические правила языка применялись вот и собственно давайте как бы рассмотрим вот эту фразу которая написала нам пока вас не было и допустим все слова здесь являются ключевыми которые мы хотим зашифровать у нас оставится такой словарь словарь яростный равно глокий это не обязательно должны быть слова такого того же самого языка как я вот здесь показал да корова это куздра ну вы уже поняли на сильно это штека легнула это будла нула давайте не так легнуть на а мы уже в начальной форме пишем лягнуть будла нуть козёл это бокр кстати в венгерском языке бокр это курт брухтать это значит курдячить и козлёнок у козлёнок не надо у нас есть бакрёнок да собственно применяя этот словарь мы преобразуем вот эту фразу такую глокая куздра штека будланула бокра и курдячит бокрёнка да кто не знает эта фраза очень часто приводилась в пример советским лингвистом львом владимир ищем ущербой в качестве примера как бы бессмысленной фразы а он специально подобрал корни слов в этой фразе таким образом чтобы они не встречались ни в одном языке мира вот он сбокром ошибся он встречается венгерском языке это куст по-венгерски собственно это правда демонстрирует что мы можем определить различные семантические отношения вот в той фразе которую мы таким образом описываем при помощи номенклаторов фактически это номенклатор да это словарь использует только морфологические свойства слов то есть глокая это атрибут некого существа причем живого женского рода куздра это живое существо женского рода штека это наречие которое определяет каким образом как 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 бы как произошел произошло действие будлануть это некий предикат ну и так далее то есть мы можем сопоставить вот этой странной бессмысленной казалось бы фразе глокая куздер штека буду ланула бока курдячий бакренка определенные семантические отношения и собственно на этом строится и атака на такие виды шифров если они заменяются на подобного рода номенклаторы с изменением слов соответственно синтаксическим правилам языка собственно в русской истории был пример когда целая как бы целый субэтнос менял себе таким образом язык я сейчас вам воспроизведу пару фраз на этом языке а вы попытаетесь догадаться что это такое пишите в комментариях кстати тоже смогли ли вы без поиска в гугле или там в яндексе почему вы ищете понять смысл следующих фраз первая фраза такая это диалог значит разговаривают два человека маску дается у стреку и шуры не прикасали бы и не отъюхтили бы шивару 2 отвечает так массы по ёрчим бендюхом они меркутью и шивару пулем ласа вазомки зала а вазомки залабзаем щавами не скудайся вот это первый текст второй текст такой елтужонка по вандай по брять крисави слючков сумочка с пидончика поклюжи на стропень подъюхчалки дежулик не за гроби а с чабану сызного посты чте дрябану в их сис скенна осласти мудо с чабану привандырем не жалко мне вот собственно то что сейчас рассказал это действительно целый язык язык субэтноса которые называли себя афине они чаще всего занимались тем что ходили по селам и весям и продавали разный товар как корабельники собственно этот язык был разработан ими для того чтобы их не понимал никто но за основу была взята грамматика русского языка морфологии грамматика русского языка а как бы корни слов заменялись на цыганские всякие там марийские мордовские макшанские зыря кто там мордве могша и эрзи макшанские ирзианские короче вот всех тех народов по территориям расселения которых эти самые афе не ходили и получился вот такой язык на котором я сейчас сказал вам несколько фраз собственно вот так вот так выглядит номенклаторы то есть если номенклатор у нас представляет собой какой-то численный или число буквенный код его сложно заменить его сложно понять но если номенклатор представляет собой замену корней со сохранением синтаксических и морфологических особенностей языка то понять его намного проще такая себе шифра система криптографическая система как и сказал сегодня на практически никогда нигде не использовалась не используется но она использовалась еще в начале двадцатого века при даже при дипломатической переписке как это ни странно в во франции был создан целый великий шифр так называемый который очень долго не мог быть взломан как раз на основе номенклаторов но там был очень большой словарь и кроме самой самого номенклатора использовался еще шифр подстановки причем довольно мудренный великий шифр возможно я про него расскажу в общем все подписывайтесь на канал чтобы узнать про великий шифр все все такие дела если вы вдруг еще не подписывались прямо сейчас ставьте лайк ну а с вами был роман душкин до новых встреч пока до свидания